Катушки с магнитом недостаточно Все, от тебя хорошо слышно Так, ну что, поехали Так, еще раз мы ее, короче, открываем Да, дорогие друзья Мы хотим открыть, как бы, такой новый проектик Это, с одной стороны, физические исследования, как бы Диодного эффекта Сейчас побольше, большую возьмем Диодного эффекта в разных газах В вакууме Будем смотреть, что визуально происходит Попробуем померить Я еще, честно говоря, не знаю точно как Но я найду способ У меня есть мысль Чтобы, как бы, ну, более-менее Недорого померить спектр излучения Этого газа, который будет там в колбе Он светится будет, это, в конце концов, труба И я хочу поставить призмочку треугольную И разложить свет, короче, по шкале На шкале рисочки нарисовать Такой самопальный спектрограф сделать Ну, я думаю, может, какие-то еще к нам Ну, это мы у товарища Иванова спросим Как нам посмотреть Я думаю, он нам подскажет Спектр излучения того, что будет идти светового А так, значит, что у нас предполагается Эта колба будет стоять вот так, стоя Здесь будет два электрода Один Рисунок есть? Я его Асланчику отдал Нет у меня сейчас рисунка Ну, как это, это можно Но это не для этой штуки Но это вариант можно Общий смысл, да, еще раз Сейчас в фломастер надо, подожди Птица черная Голоса творят На закате дня Грустной радости своей мечты Мотоциклы идут На дороге мы семья Называют нас в народе О-о-о-о Нам свобода дорога Римки даже нам слуга Шлем лицов укрой И жми нога с рукой Римки даже нам слуга Римки даже нам слуга Римки даже нам слуга Римки даже нам слуга Ночи не прыгают Лето и дым От ночи, как ром От любовных срок День же шаг наезды Мотоциклы и друзья На дороге мы семья Называют нас в народе Называют нас в народе Мотоциклор Нас свобода дорога Римки даже нам слуга Шлем лицов укрой И жми нога с рукой Римки даже нам слуга Ночи не прыгают Еда и дым От ночных срок На субботных срок И от пожарной езды Мотоциклы и друзья На дороге мы семья Называют нас в народе Мототвор Но свобода дорога, крепкий сад и лошадка, Шлем, лицом и трой, снизми ногами. Итак, суть наших задумок. Итак, колба кварцевая, из кварцевого стекла сделана. Одна из самых высокотемпературных, так сказать, оболочек, которые мы тут можем, в общем-то, найти. И что мы сделаем? Мы в нее с двух сторон поставим два электрода. Один игольчатый, другой такой лысый, полированный. И в какой-то из этих электродов, наверное, в лысый, может быть, конечно, и в тот, варим крантик, трубочку с кранчиком. И на кранчик здесь у нас будет штуцер для закачки газа туда, для закачки и откачки газа. И эта будет штучка туда где-то внутри выходить, там, ну, с внутренним пространством колба будет соединено. Остальное все герметично. Так, потом, что еще хотелось заметить? Вот тот, который у нас лысый электрод будет, он у нас будет из магнитного какого-нибудь такого проводящего материала, то есть, скорее всего, из железа или что-то типа такого будет сделано. И на нем будет сделан небольшой такой вот флянец, как сердечника кусочек такой. И вот на этот кусочек будет намотана катушечка. И мы на ней будем смотреть вообще, что образуется, есть ли какое-либо перемагничивание вот этой вот верхнего электрода. Потому что он будет достаточно такой массивный, ну, прилично. Ну, не очень, но все равно. Вот. Это, значит, будем смотреть, вызывает ли вот эти вот удары этих частиц перемагничивание вот этой вот верхней части. Потом, что у нас еще значится здесь? Будем смотреть, какое излучение идет от газа, и, точнее, от свечения, которое вот у нас в колбе. Мы попробуем сделать простой спектрограф и посмотреть, какой спектр преобладает именно в том или ином, как бы, газе или вакууме там. Так, дальше, что у нас? Потом, что еще мы попробуем? Мы попробуем снизу вот этой всей трубы. Просто посмотрим, как на магнит будет сначала это все дело действовать. Вот. У нас вот есть такой магнитик. У него вот здесь, допустим, S, снизу N. Большой такой от динамиков. Вот. Мы его поводим, посмотрим, как это реагирует. А потом, примерно вот такого же объема, я хочу сделать отклоняющую систему. Отклоняющая система сама будет представлять из себя что-то в виде катушки Родина. Не все знают, что это такое. Ну, это в интернете, там можно набрать катушку Родина, там это же как бы. И вот что-то типа вот такой индукционной системы мы сюда потом сверху поставим. А для чего мы это все хотим как бы сделать? Общий смысл схемы нашей. Мы возьмем какую-нибудь небольшую Теслу. Будем качать ее генератором в стиле вот этих вот наших Тесла с небольшим потреблением. В результате у нас с иголочек будут срываться электрончики вот эти вот. И без магнитов, без всего они как бы просто туда будут лететь. Видимо, какое-то свечение будет, что-то будем наблюдать. Потом, опять же, как бы то же самое делаем, только еще применяем магнит. И применяем отклоняющую систему, которая будет у нас вот эти вот электрончики, которые как бы просто вверх чуть-чуть крутясь летят. Она у нас будет их закручивать, вот эта вот электромагнитная система, она у нас их будет закручивать реально в жгутик такой, в смерчик такой как бы получится в конце концов. И будем смотреть, опять же, насколько у нас изменится вот здесь вот перемагничивание. А самое главное, сколько у нас как бы долетает до самого верхнего электрода. Есть ли у нас какая-то прибавка или потери. То есть мы поставим сюда вот конденсатор какой-то и будем смотреть на нем напряжение. Катушка нам, хочу напомнить, друзья, она нам дает переменное напряжение. Вот. И посмотрим, как весь этот девайс во всей этой композиции будет работать. Насколько здесь будет постоянное напряжение, сколько его будет, и сколько мы будем потреблять от источника. То есть сколько у нас сам этот генератор будет при этом хавать. Сколько у нас вот здесь вот ватов получится на входе. И посмотрим, сколько у нас вот здесь вот ватов. И вот тут я не знаю вообще, что тут будет на самом деле. Но тоже можно, если что-то там будет, тоже здесь будем мерить в ватах, в конце концов, мощность этого всего, что получилось. И вот у нас получается, мы отсюда что-то качаем. Тут это шурум-бурум. И у нас получается, все это делится на три параметра. Один электрический, один магнитный и один, то, что у нас уйдет в спектр светового излучения. И как-то мы все это дело попробуем посуммировать и прикинуть. А самое главное, это вот как бы посмотреть вот именно визуальные эффекты, что же там происходит вот с этими вот частичками, которые у нас будут срываться и лететь. То есть у нас же частичка отсюда, если когда сорвется, вот она была и полетела. И вот она летит, 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 вот здесь вот летит. А в какой-то момент времени мы, пока она еще летит, мы отключаем отсюда вот это вот питание. То есть здесь импульс у нас, вот этот вот наш, кончается. И все. И здесь, короче, пропадает питание. А частички у нас, они вот так вот летят в ту сторону. Они пытаются достичь вот этого электрода нашего. И они туда, в конце концов, долетят. По мере того, как они летят, Если это в вакууме будет, значит, они будут просто лететь. А мы будем пробовать заполнять инертными газами вот эту трубу. Если у нас там будет инертный газ, значит, газ начнет подсвечиваться вследствие того, что, допустим, вот здесь вот молекула газа там какая-нибудь стоит. И это летит сюда. И, соответственно, вот эта штучка у нас вот в эту сторону как бы начинает это закручиваться. И она светится, начинает. Потому что скорости очень высокие, летение этих товарищей. И, ну, это лично мое мнение, как бы, описание всей этой структуры. А так, вот и хотим посмотреть. И на этом основании уже можно будет дать какие-то, может, выводы. Ну, каждый выводы сам для себя сделает. Но, тем не менее, может, кого-то мы чем-то удивим этим опытом. Так, а труба сейчас линейочкой померяем, сколько она у нас ради интереса. Я еще не мерял. На, точно 80, а внутренний. На, внутренний, 72. 4 миллиметра. А тут сколько на коробке написано? Там, а, 4. А в прайсе было 3 даже написано. То есть, даже лучше, чем есть, чем надо. Так. И вот сейчас, вот, первым, чем мы займемся, как бы, с генераторами-то более-менее все понятно. Как бы попробовать электричество дать у нас есть от чего. Будем сейчас заниматься электродами. То есть, сделаем комплект вот этих электродов. Намерение какое есть. Я хочу их посадить сюда просто тупо на эпоксидную смолу. Она застынет. И мне, как бы, на время экспериментов точно хватит. А, с другой стороны, чем выгодно, то, что если я захочу вдруг все-таки этот электрод оттуда выдернуть каким-то образом, то можно аккуратненько просто трубу разогреть горелочкой. Потихонечку. И когда она достигнет там градусов 150-200, электрод оттуда выпадет. Вот. Ну и что? Ну и все пока. Я вот не специалист. Как я говорил, у меня нет компетенции в области этой. Но я читал. Это же катодная лампа, фактически. Это диод холодный только. В лампе есть разогрев. То есть там вот эта штука, она как бы, во-первых, они там некие не игольчатые, это один, как бы, момент. А во-вторых, эта штука греется. Она как вот и в этом, и в магнетроне. Магнетрон, вот, допустим, он же тоже. Позже, позже, позже. А, что же? Ага. И вот внутри у него тоже же подогрев есть. То есть для того, чтобы электроны срывались максимально хорошо, он должен быть, короче, разогретым там до красна. До такого красно-белого почти свечения. И тогда эмиссия с него идет активнее. Но у нас немножко просто прибор другой. И цели другие. Если мы там электрод разогреем, у нас уже лазер получится. А нам до этого не надо доводить. А то милиционер получится. Так. Ну а сверхъединичность где возможно? За счет чего? Сверхъединичности. За счет того, что, во-первых, сколько будет в магнитное поле непонятно выходить. Сколько будет в электрическое. А потом вот здесь у этой всей болванки, у нее же на самом деле, вот здесь, по идее, может быть огромная, короче, такая антенна. Ну, вот такой бублик у нас вот такой будет стоять, допустим. И будет вот этот эффект получаться, то, что когда эти досюда долетают, они вот на этой шапке, вокруг шапки создают вот эту вот повышенную ионизацию. А повышенная ионизация, она, что делает? Воздух превращает в проводник. То есть, как бы... И поэтому вот эти цепочки, которые как бы распространяются в воздухе, в пространство, они очень сильно удлиняться, начинают. Тем самым, эта система способна немножко, короче, или взять, или отдать, ну, с этого пространства окружающего. А отдать она ничего туда не может, потому что у нас вот эти импульсы, которые мы даем на эту Теслу, они у нас очень коротенькие. И мы их держим в таком состоянии, что у нас даже ток там практически не идет. И поэтому вот она голодная, вот эта вот наша Тесла, она, ну, это прям уже как бы вследствие опытов видно. То есть, искра реально как бы получается то, что пытается вот сюда войти. Вот в катушку вот. Ну, видел же, я же показывал, когда искра летит прямо там с отвертки или еще что-то. Вот. И, а получается обратный эффект. То, что, как бы, она... Ей-то хочется вот в эти иголки, короче, что-нибудь всосать. А в иголки всосать ей не получается, потому что, во-первых, площадь очень маленькая. А мы, как бы, в обратную сторону ставим условия. То есть, здесь маленькие, а там большие. И у них выхода нету, они все равно сорвутся в ту сторону. А что дальше будет, будем смотреть. То есть, лампа все равно гореть будет. Их видно будет. А какой эффект при этом, это вот только опыт покажет. И вторая труба. И вторая чуть поменьше, да. Это 60. И что, аналогично будет, да? Да, просто разные расстояния. Для полета этих, частичек наших. Слушай, у меня, знаешь, как я был вчера идея? Закрепить это... Космонавтов испытывают вращающийся антифуга. Вот закрепить вот в такой вращающейся же штуке, чтобы она вращалась. Ну, это же надо какой-то механизм, это все... Да, да, конечно. Ну, вот я сейчас визуализирую. Это вот на X-City. Ну, X-City готов изготовить что угодно, говорит, чертежи давайте. Да, да, не, ну, значит, подожди. Сначала стакан сделаем это все, чтобы горело у нас. Вот, а потом будем думать, как ее что там дальше делать. Да уже понятно, что она должна вращаться. Ну, идеально. Ну, ну, вот поедем в X-City с Русланом договариваться, короче, подумаем. Ну, это, ну, тут, видишь, ее же придется схватить за что-то, допустим. Если ее вот за эти места схватить, то это значит целую какую-то... Надо ее встроить, грубо говоря, в колесо велосипедное. Ага, отличная идея, вот супер. Только, блин, ось все равно, ну, что-то думать надо, короче. Окей, отлично. Нам что-то надо? В смысле, еще? Ко всему этому? Да. Ну, да, что-то будет надо еще, я еще не знаю, что там, но что-то будет очень надо. Питаться будет вот этим блоком? Нет, мы там, это, можно и этим, как бы, пробовать будем от этого. Ну, у меня там и от того можно, ну, от кучи. У меня есть от чего его запитать-то. Это, тут больше, я говорю, вот, сам крепеж, как ее поставить, зафиксировать. А такое дело в интернете есть или в этом есть какая-то новизна? Я, вот, то, что в Тесла Холле вот эти стаканы стоял, я, честно говоря, их таких других, в другом месте я их не видал, вот, какие там были. С разными газами. Но у них принцип, короче, подведения вот этих вот, ну, напряжения другой совсем. Там почти как в этом, как в плазменном шаре принцип такого вот запитки. А здесь это чисто, получается, диод такой. И причем газонаполненный, газоинертно наполненный, вот так вот. В окно диода смотрим. Да. Посмотрим. Ну, на самом деле, конечно, многие, может, и посмеются, как бы скажут, блин, это лампы начали опять делать. Ну, для себя чисто хочется посмотреть, а потом все равно будет красивая штука, мне кажется. Так, 23 минуты сюжет. Ну, отлично. Музыкальная пауза. Огромное благодарность Сергея Смитаренко. Искусственный интеллект. Смотрите «Школа Тетрактис». Подписывайтесь. Микрофон, микрофон. Ага. Все, спасибо. Специально для Владимира Ча песни написано. Звучит музыка. ПЕСНЯ 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 написана специально для В.В. Максим Андрюшин. ПЕСНЯ 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 У меня есть старая пластинка, И тебе её я заведу. Приезжай, я по тебе скучаю, Приезжай, тебя я очень жду. У меня есть старая пластинка, И тебе её я заведу. Приезжай, я по тебе скучаю, Приезжай, тебя я очень жду. Так, температуру меряешь? Нет, в колбах насквозь просвечивается. Вот так не просвечивается. Так, светите. Там их много зайчиков. Вот это очень интересный кадр, конечно. Запускаем по трубе. Причём он в каком-то определённом месте. Я не знаю, как у тебя там видно. Слушай, встань, пожалуйста, Клайм Владимирович, оттуда. А! Да, давай вот я эту две поставлю. Ты камеру поставь, на. С близко он сейчас будет прошивать. Это просто мир. Россия будет. Надо с обратной стороны снимать. Нет, оттуда надо, чтобы ты светила. Потому что я снимаю преломление луча. У меня в последней колбе, прям внутри колбы, по стенкам ерзуют вот зайчики. Слушай, классно. Там уже будет ионизированный газ, да? И там можно будет подсвечивать лазерами. Вот это всё. Да, и лазерами ещё можно добавить. А тогда вот оно по стенкам лазит. Можно создать даже картину какую-нибудь. Вот сюда, оттяните, увидишь их сотню. Вот отсюда. Иди, блин, диван, а там приблизишь потом. При приближении. Вот они выбирали. Да, их много. Слушай, а погаси свет, вон выключатель справа. О, отлично. Молодца. Ага. Ваши красивые. Угу. Делают лёгкое колебание, да. Лёгкое колебание. Ну да, а так разноцветными можно вообще такую картину там жахнуть. А ты представь, сам же газ внутри мы попробуем доставить, закрутиться. И ещё сверху, если по стенкам в другую сторону. можно вообще эффекты таких наделать. Так чисто оптическая, прикольная эта штука получится. Это ещё труба грязная. Она в опилках ещё мутная, ещё видно. Она вообще-то как стекло. Вот это мы удивили Владимира Владимировича, честно вам скажу. Он многое видал. А вот такого не видал. А у нас в прямом эфире. Ну, в принципе, стоп снят. Да? Да. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так.